В этом году площадь Дворца культуры Дружба как никогда заполнена народом. Жители говорят, что давно уже не были на таком веселом мероприятии. В большей степени на решение прийти сюда, конечно же, повлиял приход весны. А в общем-то, те, кто случайно заглянул на праздник, тоже не пожалели. Надо отдать должное организаторам. Каждый здесь мог найти для себя развлечение. Тут очень весело, но сказка интересная. А, ярмарка. Здесь можно увидеть своих друзей, посмотреть на концерт. Можно получить бодрый заряд энергии. Веселье, радость, народ, общение. Весна. Радовало окружающих и то, что с каждым годом среди младых людей все больше появляется приверженцев спорта. Не было отбоя от желающих преодолеть высокую скользкую преграду. По одному и даже коллективно. Один из мельчаков – Константин Ляпин, футболист. После первой удачной попытки он сделал небольшую передышку, дав шанс многим другим завоевать приз. И вот он снова штурмует столб, не оставляя никому надежды. Это мой сын. Он снимает второй приз. Да! Молодец! Когда вокруг царит атмосфера праздника, преобладает только положительные эмоции. А на душе тепло и радостно хочется пожелать того же всем окружающим. Очень хороший праздник. Мне нравится. Давно побольше таких. Чтобы ни воин не был, ничего. Добра и счастья. Пожелание всем счастья, добра, побольше радости в жизни. Хороших моментов нам всем побольше. А еще по православному обычаю вместе с уходом зимы положено оставлять в прошлом все плохое. Просить прощения нужно у всех в этот день. За что? За все обиды, да. За все какие-то, может быть... Неурядицы, прегрешения. Обиды родных, близких, друзей. Это церковный праздник, который входит в церковь, просит прощения. Всех прощайте. И вас лично. Счастья вам, дорогие. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова. Наш город.